До чемпионата мира по футболу осталось три года. К принятию столь крупного спортивного события, помимо 11 городов, где непосредственно пройдут матчи, готовятся еще около 30 регионов. Для проживания команд-участниц необходимо оборудовать 64 базы. Города, предложившие свое участие, уже подготовили соответствующие каталоги. Кроме того, ведется активная работа по благоустройству. Это создание дополнительных рабочих мест, это сегодня и вопросы, связанные с раскруткой узнаваемости этих городов, повышением интереса к занятию спорта, вовлеченностью людей в спорт, популяризации физической культуры и спорта. В 2018 году к России будет приковано практически 50% населения планеты. Будут в течение месяца, турнир будет идти месяц, будет говорить о России, о футболе, о том, что происходит. То есть это дает возможность показать свою страну, открытой страны, отстраивать огромное наследие. Виталий Мутко отметил, что в отличие от других городов-организаторов чемпионатов, в Сочи осталось хорошее наследие от Олимпиады. Сейчас основной упор делается на строительство спортивной инфраструктуры, а именно реконструкции стадиона Фишт и возведение трех тренировочных площадок для предсоревновательных тренировок, которые после Мундиаля будут переданы детским футбольным школам. А сам Фишт станет домашней ареной для профессионального футбольного клуба Сочи. Сегодня мы говорим больше, наверное, о наследии его, кто будет играть на нем, доступность детских спортивных школ. Футбол у нас один из самых популярных видов на Кубани. Футбол не один, а самый популярный, потому что каждый ребенок начинает с футбола, может быть, заканчивает другим видом спорта, но футбол занимаются все. Участники дискуссии коснулись также тем подготовки транспортной инфраструктуры, культурной и развлекательной программы, адаптации для маломобильных групп населения, обсудили вопросы безопасности, медицинской помощи, а также работу волонтеров. Их планируется привлечь около 4 тысяч человек. Как было отмечено в ходе заседания, предстоящий чемпионат мира по футболу должен не только успешно пройти во всех регионах, но и дать импульс их развитию. А Сочи сможет в очередной раз оказаться в центре мировой спортивной жизни. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.